С любовью к женщине в городском фотоклубе открылась экспозиция шестого международного салона художественной фотографии. На выставке побывал Артур Туркин. В общем каталоге салона 320 работ из 58 стран мира. В городском фотоклубе, конечно, выставить полную экспозицию даже не мечтали. Такие выставки одновременно открылись в девяти городах мира. Кроме Запорожья, Львов, Киев, Одесса, Ровно, Прага, Врослав, Варшава, Краков и Пафос на Кипре. В честь фотовыставки в Украине выпустили даже почтовую марку. Считают, это того стоило. Здесь образы женские интересные есть. Ну а всякие такие есть авангард и вещи тоже присутствует очень много. Авторы с большой фантазией фотографы. Потому здесь есть, можно увидеть необычные интересные решения фотографий. Как композиционно, так и с какими-то выдумками. С любовью к женщине портрет, мода и гламур, ню и экспериментальное фото. Двойная готика из Германии, женщина в странной повязке Аман, добрая старушка из Вьетнама. Китайские авторы красят своих моделей золотом, в сетях, в огне и с зонтом. Дама в плетеном кресле из Украины, сладкая вишенка из Италии, яркий грим и камера оттуда же. Запорожье представлено пятью авторами. Золотую медаль фотографического общества Америки получил Валерий Титаренко за девушку в капюшоне. Как-то так повелось, что больше мне нравится женщин фотографировать, чем пейзажи. Есть возможность показать характерные модели, то есть характер человека. Свою первую обнаженку автор из Акимовки Игорь Матвиенко увидел в чешском журнале «Фоторевю». С тех пор снимает только ню. Его работа получила голубую ленту Международной федерации фотоискусства. Я снимаю всю жизнь обнаженную натуру. Это мой самый любимый жанр. В основном занимаюсь только этой съемкой. Женщины в экспозиции не только в кадре, но и за ним. Татьяна Лютая снимает своих персонажей в национальных костюмах и среди родных ландшафтов. Считает быть в гармонии с окружающим миром проще всего. Конечно, проще общаться с женщинами. Она сама по природе такая вот более лирическая. Она более поддается созданию какого-то образа. Она сама по себе красивая, сама по себе воздушная, сама по себе задумчивая. Поэтому с ней легче работать. Официально перед авторами ставились задачи привлечь внимание к проблемам современных женщин. Чувствам и переживаниям подчеркнуть неповторимость и очарование. Чтобы не получилось, молодые и не очень из разных культур и континентов, женщины в объективе все равно остаются сами собой, говорят фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok